Добрый день, друзья! С вами Ленар Зарипов. И сегодня мы с вами приготовим довольно-таки необычный и очень вкусный суп. Состав нашего супа будет следующим. Это картофель, репчатый лук, чеснок, свежемороженая кукуруза, куриная грудка, небольшое количество петрушки, ну и, конечно же, оливковое масло. Для начала необходимо поставить на разогрев кастрюлю. В нашем случае мы используем кастрюлю торговой марки «Мечта» объемом 3 литра. Далее наливаем масло и сразу же добавляем сливочное масло. Пока наше масло смешивается и разогревается, мы начнем резать репчатый лук любой хаотичной формы. Масло растопилось, теперь необходимо добавить чеснок и лук. Перемешиваем. Теперь необходимо измельчить картофель. Нарезаем любой хаотичной формой. Чем мельче, тем лучше. Кладем картофель. Далее необходимо сразу же посолить и поперчить. Теперь необходимо все перемешать. И необходимо подождать для того, чтобы картофель впитал в себя весь вкус. Как только картофель слегка прихватился, мы наливаем воду. Наша основа готовится. Теперь необходимо нарезать куриную грудку. Лучше всего резать куриную грудку не вдоль волокон, а поперек. У нас получились вот такие жгутики. Теперь мы его сократим до нужного нам размера. Примерно 3-4 см. Полученное куриное филе перекладываем снова в блюдо и ждем своего момента. Проверяем картофель. Картофель готов. Теперь необходимо все это измельчить погруженным блендером. Основа готова. Теперь необходимо добавить наше куриное филе. Перемешиваем и варим 5 минут. Куриное филе готово. Теперь необходимо в самом конце класть свежемороженую кукурузу. Перемешиваем. Доводим до закипания. И наше блюдо готово. Наш суп готов. Он закипел. Выключаем. Последний штрих. Мелкорубленная петрушка. Блюдо готово. Для того, чтобы приготовить наш вкуснейший суп, мы использовали всего лишь одну кастрюлю торговой марки Мечта объемом 3 литра. С вами был я, Ленар Зарипов. Приятного аппетита, друзья!